Всем привет! Сегодня вам покажу несколько кассет, так сказать, пополнение в моей коллекции кассет. Начнем вот с таких видеокассет, видео 8, название SK. Кассета видео 8, 60 минут. Кассета немецкая. Вот так вот она выглядит, довольно-таки красивая упаковка. Сама кассета, кстати, посредственная. Нашел ее фотки, прикреплю их вам, чтобы вы могли посмотреть, поэтому распечатывать даже не буду, хотя купил их две. И, что интересно, купил их на Валборис. Даже не думал, что на Валборис могут продавать кассеты. Там же на Валборис нашел и две фотографии. Вы их сейчас вот здесь вот видите. А купил их две. Хотел одну распечатать, но распечатывать не буду, потому что смотреть там особо не начало. Вот так вот они приходят, вот в такой упаковке. И, что еще интересно, пришли они в разное время и в разных упаковках, хотя заказывал я их одномоментно у одного и того же продавца. В общем-то, кассеты СК никогда раньше таких не встречал. Попробовал немного поискать в интернете, но гуглится только SKC. СК, ну, никакой информации нет. Возможно, это какие-то локальные кассеты, которые продавались только в Германии. А может быть и нет, может быть я ошибаюсь. Ну, короче, информации никакой не нашел. Упаковка довольно красивая, мягкий подкассетник. Симпатичная кассета, так что в коллекцию она, конечно, безусловно пойдет. Мне нравится вот этот глубокий темно-синий цвет, но это даже может быть не синий, а ближе к фиолетовому. Оформление, конечно, интересное, красивое. Ну, а дальше совершенно, как говорится, новый формат на моем канале. И вообще, в принципе, вот эти вот кассеты, а здесь кассеты, я их держу впервые в руках. Видео 2000. Разработанный фирмой Grundig и Philips, как конкурент VHS и Betamax. Вот в таком вот он боксе, кстати, напоминает книгу. И сама кассета выглядит вот так. Тут у нас какая-то этикетка, видать, оторвалась и упала туда. То есть она внутри находится, но она лежит на катушке, в принципе, ничего страшного. Да и, в общем-то, я же их не собираюсь где-то воспроизводить, у меня даже нет такого аппарата. Ну, а сам форм-фактор кассеты мне очень нравится. Ещё она двухсторонняя. То есть здесь 480 минут. Вот эта крышка открывается. Открывается на обе стороны. В зависимости от того, какой стороной вставлена кассета. Вот это сторона B и сторона A. Кассета Grundig. Есть два предохранителя от стирания. Работают они вот так вот. Здесь вот переключатель. Вот одна сторона и вторая сторона. Вот такая вот кассета Grundig. Довольно-таки тяжёлая. Ещё что интересно, что вот здесь вот металл. Вот эта втулка тоже металл. Здесь всё металл. Тормоз. То есть если сюда нажать чем-нибудь, освобождаются катушки. И можно перематывать или воспроизводить. Короче, вот на самих катушках можно увидеть зубчики. Ну, это как на VHS-ках. В принципе, так же сделано. Вот видно там зубчики. Вот такая вот кассета Grundig. И вторая кассета. Это BASF. Две стороны по 3 часа. 360 минут в общем. То есть на одной стороне 3 часа. Тоже в таком же боксе. Кстати, здесь есть артефакты. И на той кассете тоже. Кто-то подписывал, что на них записано. Ну, в общем-то, это не так интересно. Но артефакты я сохраняю. Тоже вот такая вот коробка. Бокс в виде книги. Он даже такой мягкий. Такие вот здесь надписи. Сама кассета выглядит вот так. Офигенный дизайн. А здесь уже только втулки металлические. Вот здесь вот металла как бы нету. Естественно, тоже двухсторонняя. Это предохранитель. Вот он точно так же убирается. Они, кстати, немного отличаются по рисунку. Шероховатая поверхность. Но нет никакого рисунка. Просто шероховатая поверхность. А вот на этой кассете есть рисунок. Ну, и так же они между собой тоже отличаются. Это цветом пластика. Вот у этой кассеты он коричневый. А вот это конкретно черное. Вот еще я присмотрелся. Нигде у них нету никаких шурупчиков, чтобы их можно было разобрать. Я почему думал разобрать? Ну, вот это в частности. Чтобы извлечь вот эту вот бумажечку. Я нашел защелки. Вот, во-первых, защелки есть. А во-вторых, вот у этой кассеты под наклейкой прослежутся вот такие вот штуки. Возможно, она заворачивается под наклейкой. Хотя вот у этой кассеты таких нет. Ну, возможно, это более аккуратно сделано, кассета. Поэтому их и нет. А вот это менее аккуратно. И они здесь выделяются. На кассете Грюндику здесь вот есть металлическая вставка. А на кассете БАСов ее нет. Кстати, VCC переводится как видеокомпакт-кассета. То есть она позиционировалась как именно видеокомпакт-кассета. Окно здесь тоже так интересно сделано, как на обычной компакт-кассете. Но катушки там полноценные, как на VHS. То есть полностью здесь тоже со стеклом. Кассеты довольно-таки тяжелые. В общем, это все. Всем спасибо и пока.